В апреле 2012 года на заседании городской думы была принята новая стратегия социально-экономического развития города. Она рассчитана на 10 лет, но уже сейчас можно говорить об очевидных успехах. За пять лет изменилось многое. По данным специалистов, зарплата учителей, например, увеличилась на 60%. Тем временем уровень безработицы снизился. В этом году Череповцу присвоили и звание ТСР. ТСР позволяет Череповцу привлечь более 10 миллиардов инвестиционных ресурсов, реализовать более 40 проектов. И вот еще один важнейший целевой показатель – создать более 2000 новых рабочих мест. Городской администрации удалось решить проблему и в детских садах. Кроме того, в учреждениях дошкольного образования открыли более 4000 мест. На очереди и новая школа. На 14,56. Стоит отметить, что за последние годы удалось отремонтировать беспрецедентное количество дорог и тротуаров. Более 60% дорог безаварийные в Череповце. И именно комплексный подход к ремонту дорог позволил нам изменить структуру расходов. Ежегодно включая в программу капитальных ремонтов наиболее аварийные участки и снизить затраты по ямочным ремонтам. Пять с половиной лет назад, в марте 2012 года, свою работу начала и Городская дума 8-го созыва. В составе 23 депутатов прошло 77 заседаний. Семь раз они вносили изменения в устав города, а также контролировали исполнение бюджетных программ. Основное направление деятельности депутатского корпуса – утверждение бюджета. Депутатами утверждались основные характеристики городского бюджета, устанавливались источниками внутреннего финансирования городского бюджета на утверждаемый период. Вносились корректировки бюджета. Благодаря работе депутатов и активной жизненной позиции местных жителей в городе образовалось 22 ТОСа, на развитие которых уже выделили почти 30 миллионов рублей. Благодаря представителям исполнительной власти изменилась жизнь не только череповчан, но и жителей всего региона. Именно при поддержке депутатского корпуса принимались многие региональные решения, которые в конечном итоге шли на благо череповца. Я только вспомню одно. Мы ведь совместно с вами фактически начали обсуждать тему возврата транспортного налога с физических лиц. И именно благодаря вашей поддержке, именно благодаря консолидированной позиции нам это решение удалось отстоять. Работу депутата Череповецкой городской думы сегодня оценил ее бывший председатель, ныне зампредседатель законодательного собрания области Андрей Подволоский. Череповецкие депутаты, несмотря на то, что все работают на неосвобожденной основе, кроме председателя и заместителя, не собираются, как другие, один раз в месяц на сессии для того, чтобы проголосовать подготовленные аппаратом и кем-то решения. Вы каждый вторник в 14 часов здесь на совместном заседании постоянных комиссий, либо на заседании комиссий и совместно обсуждаете все вопросы, оставаясь в курсе всех дел в городе. В новом составе городская дума 9-го созыва соберется уже 14 сентября. Тогда депутаты выберут главу города и его заместителя. Затем специальной комиссии предстоит назначить и сити-менеджера. Татьяна Жданова, Сергей Павлов. Новости.